Это все начнет промерзать, наши дети начнут болеть, в классах будет холодно. Елена Федорова, мать пятиклассника, как и родители других учеников 7-й школы Черногорска, боится наступления настоящей зимы. Страх, по ее мнению, оправдан. Зданию школы 80 лет его откапиталили, но только внутри. Снаружи утеплили переднюю часть фасада и на этом работы застопорились. Вчера у нас были вывезены инструменты, я имею ввиду тех товарищей, которые капитально ремонтируют нашу школу. По неофициальной информации, рабочие подрядные организации из Красноярска свернули удочки, увезли утеплитель и фасадный материал из-за долгов. Якобы с ними не рассчиталась черногорская мэрия. Исчезновение подрядчиков взволновало ИО, директора школы, и Ирина Борисовна экстренно вызвала на помощь нашу съемочную группу. Не успели мы приехать, как в школу нагрянуло уже не ИО, а самый что ни на есть настоящий директор. И дала всем нагоняя. Проблемы сейчас нет. Проблема в том, что он вывез материал свой, другую, кто нашел, где нашел, молодец, правильно, должен был идти, да, должен был найти организацию. Оказывается, Наталья Киселева сама и еще три месяца назад потребовала подрядчиков освободить от стройматериала в помещение, необходимое для школьных нужд. Однако строители услышали директора только вчера и наконец-то прибрали стройматериал. А ИО, видимо, вообще ничего не слышала и после жала про родителей подняла панику. Что касается долгов перед подрядной организацией, мэрия этот вопрос не комментирует, но уверяет, все будет сделано в срок. У администрации города Черногорска имеется намерение, и дай бог мы его выполним, о том, что до конца текущего, 2013 года, необходимые работы по мантовушу фасада будут завершены. И в этом вопросе будет поставлена жирная точка. Руслан Романов, Владимир Чебодаев, Новости, 7 телеканал.